В Краснодарском крае полицейская проверка стихийных точек по незаконной продаже краснокнижных первоцветов закончилась усмирением агрессивно настроенных браконьеров. Ввели они себя в стиле бандитских 90-х и едва не пострадала наша съемочная группа. Слышь, камеру убери! Пятьок льонов! Камеру убери! Не надо делать это! Камеру убери! Такого поворота эта, казалось бы, рядовая съемка не подразумевала. Операция «Первоцвет». Полиция выявляет места торговли растениями из «Красной книги». Подснежники, цикламены и морозники. На обочинах этой трассы через каждые 100-200 метров стихийные лотки. На них особо охраняемые лесные цветы. Букеты на расхват. Ну в лес же не пойдешь. На ваших глазах? Нет, продажу запрещена у нас. Тысячка? Я говорю, продажа запрещена. Тысяча четыреста рублей за букет. Это почти что сумма штрафа, которую этим торговцам с обочины уже выписали накануне. Таких букетов только одна точка. За день продают десятки. Он уже неоднократно за это привлекался и опять торгует. Это подпольная оптовая база. Отсюда букеты развозят по всему югу страны. Угрозы и оскорбления сыпятся даже в адрес сотрудника полиции при исполнении. В тот момент инспектор на месте был один, без подкрепления. Протокол отдайте мне. Я сейчас один хребец поломаю. Цветочники с большой дороги под угрозой расправы требовали стереть все съемки. Ситуация уже была начала выходить из-под контроля, пока не подоспели дополнительные наряды полиции и ДПС. Того, кто угрожал и публично оскорблял полицейского, увезли в отделение. Часть торговца попросту сбежала вместе с товаром. Из-за теплой зимы первоцветы в Краснодарском крае в этом году появились очень рано. Чтобы их увидеть в природе, даже не нужно далеко ходить в лес. Это, например, склон федеральной трассы, ведущей к морю. Под ногами сплошной ковер из цикламенов. Здесь-то краснокнижные растения и становятся легкой добычей для торговцев первоцветами. Это уже центр Краснодара. Подборотня рядом с городским рынком. На лотке все те же ранние цветы. Продавец отрицает, что торгует особо охраняемыми растениями. Я не нарушаю закон, понимаете? Нет. Знакомые букеты с криминальной оптовой базы встречаются на каждом углу. Вот на оживленном перекрестке пенсионерка выставила первоцветы на асфальт. Ну это и лесные, да. Это лесные, да? Ну просто штрафуют же за это. Нет, не штрафуют. А? Бабак не штрафуют. Когда проверка доходит и до легальных цветочных киосков, работники при виде полиции на всякий случай закрывают товар. А у вас что? У вас ничего нету. У вас ничего нету? Ничего нету. У вас первоцветов нету? Нету, нету. Я знаю, что это штраф. Все, в том случае. В соседнем киоске как раз и обнаруживаются первоцветы. 50 рублей за букет морозника кавказского. Продавец рассказала, цветы привезла хозяйка ларька. Если это юридическое лицо, штраф за подобную торговлю уже до 40 тысяч рублей. Самое главное здесь, конечно, не прибыль, которую получает продавец, а тот урон природе, который наносится в результате недобросовестных действий граждан, которые срывают, соответственно, уничтожают растения, находящиеся под угрозой исчезновения. Красота. На бабочки похоже. Настоящие ценители первоцветов предпочитают любоваться ими в естественной среде. И ни в коем случае не срывать это чудо природы. Алексей Иванов, Валентин Стуканов, Игорь Федоренко, Евгений Ефимов. Южное бюро Первого канала. Краснодарский край.